День выборов. Кто стал главой Самары? Они пережили блокаду, холокост и своих маленьких хозяев. В Самаре открылась уникальная выставка игрушек времен Второй мировой войны. Бороться, искать, найти и сохранить. Поисковые студотряды со всего Приволжского федерального округа соревновались за звание лучшего. Сегодня в Самаре выбирали главу города. Им стал Олег Фурсов. Трансляцию торжественной церемонии вступления главы Самары в должность в прямом эфире вел наш телеканал. В Доме культуры железнодорожников имени Пушкина собрались первые лица области и города. Репортаж Валерия Макаровой. Торжественная церемония начинается ровно в 17.00. Звучит гимн России. Спикер Самарской гордумы Галина Андреянова объявляет, главой города становится Олег Фурсов. По традиции он приносит присягу. Клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Самара. От губернатора Николая Меркушкина вновь избранный глава Самары получает удостоверение и слова напутствия. Глава города, он обязан сделать все для того, чтобы интересы людей были превыше всего. Я уверен, что Олег Борисович будет руководствоваться только этими принципами вместе с депутатским корпусом. Это должность, в первую очередь, огромная ответственность. Я думаю, что работы будет много, работы будет интересной во имя того, чтобы Самара развивалась как можно быстрее. Спасибо за оказанное доверие. Избрание главы Самары – завершающий этап реформы местного самоуправления в регионе, цель которой – сделать власть ближе к народу. Именно поэтому, признаются члены конкурсной комиссии, они понимали, какое ответственно им предстоит принять решение. Мы с вами давно уже все знаем старинную мудрость. Каков поп, таков и приход. Поэтому нам сегодня, как комиссии, пришлось очень серьезно подумать, прежде чем окончательно определиться с кандидатурой в городе. В конце церемонии Олегу Фурсову подарили символическую трудовую книжку с записью от 13 октября сего года. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Главу Самары определила конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее состава утвердил губернатор, другую половину выдвинули депутаты Гордумы. Сегодня утром члены конкурсной комиссии провели собеседование с претендентами, их было 8, а затем собрались на итоговое заседание, чтобы выбрать кандидатов, которые и были рекомендованы для голосования депутатам. Хронология событий этого судьбоносного для города дня в репортаже Марианы Мирной. В зале заседаний Самарской городской думы проходит итоговое заседание конкурсной комиссии. По итогам депутата Гордумы представители правительства области, общественники и почетные граждане вынесут рекомендации, на основе которых и будет выбран новый глава Самары. Напомню, в этом году на этот пост претендуют 8 кандидатов. Документы от кандидатов принимались с 24 сентября и до 17 часов вечера 12 октября. По правилам претендовать на пост имеют право все желающие граждане от 30 до 65 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не меньше 5 лет на руководящих должностях в области государственного и муниципального управления. Утром 13 октября конкурсная комиссия собралась на заседание, чтобы провести собеседование со всеми кандидатами. Некоторые из них не прошли по возрастному критерию. Есть два критерия. Первый критерий – это формальный документы, образование. И второй критерий, тот, который субъективный, который будет оценивать конкурсная комиссия – это готовность человека выполнять эту ответственную работу. Это и опыт, это и видение развития города, это возможности и перспективы, которые открываются перед Самарой, исходя из новой структуры управления. В три часа дня члены конкурсной комиссии вновь собираются уже на итоговое заседание. На нем они и определяются с лучшими, на их взгляд, кандидатами. Основных претендентов, доклады, программы, они были достаточно глубокими и значительно, может быть, лучше, чем это было в прошлом году. Ну а часть кандидатов подошли к этому, ну, скажем, не совсем, может быть, ответственно, не представили ни программ. А некоторые, даже один из кандидатов сказал, что программа – это дело ваше, комиссии, а я хочу управлять. В итоге конкурсная комиссия определила двух человек – это Фурсов Олег Борисович и Белоусова Михаила Владимирович. Окончательное слово за депутатами городской думы. На пленарном заседании парламентарий делают свой выбор. Главой города становится Олег Фурсов. После заседания он рассказал журналистам о своей программе «Преобразование города». Базовые принципы этой программы связаны с повышением качества управления, эффективностью управления, экономией ресурсов, контролем за их использованием. На первом месте вопросы системы ЖКХ. Мы будем добиваться того, чтобы качество услуг в этой сфере росло. На втором месте проблема развития дорог в нашем городе. В ближайшие пять лет, а именно на этот срок избран глава Самары, Олег Фурсов планирует также особое внимание уделить вопросам общественного транспорта, благоустройства города, его архитектурного облика, а также подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Марьяна Мирная, Лариса Шалафаст, Станислав Левин, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Большинство самарских многоэтажек, а именно 86,5%, уже подключены к отоплению. Такие цифры были озвучены на еженедельном совещании в городском департаменте ЖКХ. В областной столице еще остаются адреса, где возникли проблемы при пуске тепла. В отстающих пока Самарские и Ленинские районы. Так, в Самарском без отопления более 100 домов. Сейчас аварийные бригады спешно устраняют неполадки. Тепло уже есть во всех больницах и объектах культуры. Батареи еще не прогрелись в трех детских садах и трех школах. По информации городского департамента ЖКХ, в зданиях потеплеет в течение ближайших суток. Недолго ждать и жилым домам. Мы сейчас подходим уже точечно, разбираем. Как мы разбирали сегодня конкретно по объекту социальной сферы здравоохранения, сегодня мы начинаем разбирать по каждому дому, который не пущен и по какой причине. Ну и вот с 20-го числа мы пойдем уже поработать постоячно. Определять, какие стояки в домах не идут, по какой причине. Учитель года России Сергей Кочерешко вернулся из Москвы в Самару. В аэропорту его встречали родственники, ученики и коллеги. Напомню, 5 октября в государственном Кремлевском дворце объявили имя главного победителя конкурса «Учитель года России-2015». Из пяти финалистов лучшим жюри посчитала 25-летнего преподавателя истории и общества знания из Самары. Сергей Кочерешко поздравил президент страны Владимир Путин и подарил ему на память часы. Благодаря этой победе следующий конкурс «Учитель года» пройдет в Самаре. Титулованного педагога в течение года ждет участие в конференциях и форумах. Уже 14 октября Сергей Кочерешко отправится в Москву, где примет участие в обсуждении проекта нового учебника общества знания. Это, наверное, лучший способ повышения квалификации, потому что я пообщался с замечательными людьми, как среди конкурсантов, так и среди членов жюри, у которых есть чему поучиться. И вот скоро в YouTube выложат все уроки, которые давали конкурсанты. Они, я думаю, могут доказать, что в современной школе далеко не скучно. Если ты учитель года, то ты учитель учителей, а человек у нас еще очень молод победитель, да, это значит, что ему надо бесконечно совершенствоваться. Это и некий аванс, это и некое понимание того, что за тобой стоит система, система образования. А сейчас коротко о других важных событиях, которые произошли к этому часу. На космодроме «Восточный» приступили к запуску самарской ракеты. Железнодорожный состав с ракетоносителем «Союз-2.1а» поставлен под разгрузку в монтажно-испытательный корпус. Это важный этап подготовки к первому старту. Поезд с ракетой из Самары отправился 6 сентября, а уже 24-го прибыл на космодром. Модернизированный «Союз» выведет на орбиту спутники, которые будут доставлять на Землю данные научных экспериментов. В Самаре в этом году установят 8 новых постов полиции. Торги на обустройство помещений уже объявлены. За 8 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета, подрядчику предстоит возвести здание модульного типа из трех комнат, которые можно будет легко собрать и разобрать. В помещениях будут все удобства и спецтехника. Жилье в Самаре немного подешевело. Средняя цена одного квадратного метра в однокомнатных квартирах уменьшилась на 700 рублей. И в среднем составляет 66 тысяч. В двухкомнатных – на 400 рублей. В трехкомнатных квартирах – на 50. Самарец Роман Степаненко завоевал Кубок Европы по ралли-кроссу. Этот турнир входит в тройку самых престижных соревнований. Выше по статусу только Чемпионат мира и Чемпионат Европы. Ранее в сентябре самарский гонщик выиграл другие престижные соревнования по ралли-кроссу, став первым самарским чемпионом России по этой спортивной дисциплине. С нового года водители могут получить 50-процентную скидку на штраф. Льготный период будет действовать в течение 20 суток со дня правонарушения. Однако скидкой не смогут воспользоваться нарушители, управлявшие машиной в нетрезвом виде, виновники ДТП с пострадавшими и регулярно превышающие скорость водителя. Тромбоз – одно из самых коварных сосудистых заболеваний с тяжелыми последствиями. Сегодня, когда во всем мире вспоминают об этом недуге, жители 20 российских городов смогли за несколько минут проверить уровень свертываемости крови и получить консультацию специалистов. Инна Сапанченко расскажет, как прошла акция в Самаре. Следующий контроль дозы МНО будет 13 ноября. Вы сейчас спускаетесь в регистратуру, берете талончик и 13 числа приходите к нам. Раз в месяц, а то и чаще Мария Кузьминишна будет сдавать кровь. Вместе с ней это придется делать с пациентом после инфаркта, имеющим заболевания сосудов, мерцательную аритмию и другие болезни с высоким риском тромбоза. Пациентов таких у нас довольно-таки много. То есть, ну, если брать, то еженедельно, то есть, как все, у нас встречается до 15-20 человек. Таким пациентам требуется постоянно принимать препараты для уменьшения риска тромбоза и инсульта. Неправильная дозировка может привести к катастрофическим последствиям. Скорректировать дозу помогает регулярный контроль уровня свертываемости крови. До этого был 1,89, а когда половинку добавил, стало 3. Я на этой дозе остался, а сегодня сдал 2,1 почему-то. Для разжижения крови врачи чаще всего назначают варфарин. Это позволяет уменьшить риск инсульта и уровень смертности, но увеличивает вероятность кровотечений при отсутствии контроля дозировки. Конечно, в общем-то, препарат достаточно проблемный. Означаем, вернее, препарат небольшую дозу. Через какое-то время, обычно дней через 5, контролируем. Врачи иногда отказываются от такой терапии для больных, которым она жизненно необходима, из-за трудностей лабораторного контроля. Для этого пациенту нужно получить направление на анализ, сдать его в лаборатории, ждать результат в течение 7 дней, а затем записаться на прием. Во время сегодняшней акции горожане смогли измерить свой уровень свертываемости крови буквально по одной капле, увидеть результат за несколько минут и получить консультацию специалистам. Инна Сапанченко, Максим Гусев, События. Реконструкция Самарского цирка начнется в 2016 году. Конкурс на разработку проекта проведут уже в октябре. Начать же сам ремонт планируют летом. В цирке полностью заменят кровлю, фасад, инженерные коммуникации, закупят новое световое и звуковое оборудование, появится многофункциональный манеж. Полностью отремонтируют гостиницу для артистов и улучшат условия содержания животных. На реконструкцию Самарского манежа планируют направить порядка 800 миллионов рублей, из которых 330 – средства областного бюджета. Губернатор Николай Меркушкин поручил уложиться в сжатые сроки. Здание цирка должно быть полностью готово к 2018 году, когда состоится чемпионат мира по футболу. Конструктив, вещь сохраняется? Вещь, конструктив сохраняется, да. Да, значит, кровля, фасад, витражные, значит, инженерные коммуникации, отделочные работы. Все, да, самое главное – зал, манеж, значит, ну, по всей видимости, какие-то цирковые технологии. И обязательно, значит, что мы сейчас вот применяем на наших цирках – это обязательно световое и звуковое оборудование. Если в обновленном Самарском цирке люди и звери встретятся не раньше, чем через год, то посетители зоопарка уже могут общаться с братьями нашими меньшими. Кролики, змеи и даже верблюд ждут горожан на акции «Погладь меня». С общительными четвероногими, хладнокровными и пернатыми друзьями познакомилась и Алина Чемерис. Этот мурзик не мяукает и не бегает за хозяином. Тигровый питон длиной в несколько метров сразу обрел массу поклонников. Андрей Грузинов такую большую змею никогда в руках не держал. Говорит, питон в прямом смысле, как шелковый. Животные, они потому что ласковые, и тоже с ними надо обращаться, как с человеком. Я люблю курольку и гладить, потому что он со мной дружит. Мне тоже нравится, когда со мной всякие животные дружат. Игуана, декоративная крыса, белый полос, крокодиловый кайман – все они не прочь пообщаться с человеком. В акции «Погладь меня» участвуют только самые спокойные и дружелюбные животные. Среди общительных питомцев из Кунска-Коша. В отличие от своих диких сородичей, товарищ воспитанный и пахнет приятно. Ему нравится. Он ощущает ласку. В рукава может залезть или под руку, например, может просто залезть. В основном ему вот так вот по голове гладится, то есть ему хорошо. Знакомьтесь, Лексус. Своему тезке автомобилю он легко даст фору, поднять сможет до 300 килограмм. Сейчас на улице холодно и в его шерсти рука буквально утопает. А вот летом его покров будет, ну не больше, чем у лошади. Ребята из приюта «Надежда» многих животных не то что гладят, видят впервые. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно важно научиться бережно относиться ко всему живому. И питомцы Самарского зоопарка готовы им в этом помочь. Млекопитающие, конечно, в основном любят, когда их гладят, любят, когда их чешут. Вот им тоже приятно. Рептилии и прочие животные, они, конечно, поглупее. И для них это, в общем, никакого стресса для них это не приносит. Ну и сказать, что им хорошо от этого тоже нельзя. Просто ровно воспринимают изменения окружающей обстановки. Подружиться с обитателями Самарского зоопарка все желающие могут по вторникам и субботам. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. История Второй мировой в игрушках. Как рассказать детям о войне, знают в Доме музея Ленина. Там открылась выставка «Мишка, зайка и война». Посетители могут увидеть куклы прошлого века, которые держали в руках жертвы Холокоста, дети блокадного Ленинграда и малыши на руинах Берлина и Лондона. Их трогательными историями прониклась Валерия Макарова. Пушка, как ни удивительно, но это пушка самодельная. Папа сделала ее мальчику, она не куплена в магазине. Вот такой вот у него есть папа. А вот вверху стоят маленькие солдатики. Немые свидетели истории. Мишки и зайчики, куклы и солдатики. Эти детские игрушки вместе со своими маленькими хозяевами видели Вторую мировую с советской и немецкой стороны. Сегодня они экспонаты музея, и за каждой игрушкой реальная история. Этого медведя купила в блокадном Ленинграде мама для своей маленькой дочки. На рынке он стоил тогда небольшой кусочек хлеба. За тот кусочек, который она несла туда, можно было раздобыть кольцо с бриллиантом. Но она купила не кольцо, она купила этого медведя. Потому что он нужен был ее годовалой дочери, не меньше, чем еда. Все экспонаты, а их почти 300, приехали в Самару из Санкт-Петербургского музея игрушки. Его фонд пополняется в основном благодаря людям. Они дарят музею спутников своего тяжелого детства, чтобы сохранить историю, свою и всей страны. Когда мы говорим о военной игрушке, это такой замес личных эмоций и понимания, что о большой истории надо говорить на малом. Выставка проходит в доме музея Ленина. Увидеть уникальные игрушки и услышать их истории можно до 10 января. На выставке детям не только показывают игрушки, но и предлагают сделать необычную фотографию. Здесь точно воссоздали фотоателье времен Второй мировой. Ребенок садился на стул, надевал пилотку и застывал перед фотокамерой. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. То, что никто не забыт, они доказывают делом. Юные поисковики находят на местах сражений Великой Отечественной опаленные войной снаряды, солдатские вещи и останки бойцов. Сохранить историю их миссии, считают ребята. На слет поисковых отрядов в Мордовию съехалось более 400 студентов со всего Приволжского федерального округа, в том числе и команда из Самарской области. О сборах под девизом «Никто не забыт» в сюжете Алины Чемерис. На этом слете только те, для кого каждая солдатская жизнь дорога, как своя, а каждый найденный патрон – частичка истории. Архивно-поисковая деятельность, топография, навыки работы с GPS-навигаторами. Стать лучшими в том, что в первую очередь необходимо хорошему поисковику задачи не из легких. Ребята из Самары стали вторыми в оказании первой помощи и ориентировании на местности, но в итоге заняли лишь шестое место. Впрочем, не расстраиваются. Говорят, главное – не победить, научиться. Основная задача – нас научить, во-первых. Основная задача – привлечь внимание к той проблеме, которая существует, к огромному количеству пока еще безвестных героев. В первое время, 3-4 года занимались только архивной поисковой деятельностью, вернули родному университету аэрокосмическому военный кайф, времена более 600 ветеранов, ветеранов войны, прежде всего ветеранов труда. Долг каждого гражданина – помнить о той войне, помнить о тех событиях, о тех людях. Мы ищем бойцов поднимаем, ищем снаряды, устанавливаем имена героев. Военно-историческая викторина, знания вооружения и атрибутов времен Великой Отечественной. Свои навыки ребята показали в 18 номинациях. Окружной слет поисковых отрядов в прошлом году предложил проводить полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Отличную подготовку ребят оценили на высшем уровне. Дорогие ребята, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы есть, поблагодарить вас за вашу правильную жизненную позицию, за то, что вы растете патриотами в руках будущей нашей родной России, Великого Отечества. Участники слета уверены – война не окончена, пока не похоронен последний солдат. А значит, работы, говорят, еще очень много. Поиск действительно меня обворожил, так скажем, захватил. Это такое дело, которое дано не каждому, и не каждый сможет понять, что такое есть поиск и вообще поднятие останков. Когда поднимаешь бойца, дух перехватывает. Такое чувство прям становится то, что ты не ходишь по костям, а ты уже освобождаешь землю от этих костей и захораниваешь их по почте. Чувства такие просто переполняют, когда ты находишь бойца, все эти личные вещи. Когда-нибудь их работы, кто знает, будут стоить миллионы и хранятся только в частных коллекциях. А пока у всех самарцев есть возможность полюбоваться их творениями. К своему 30-летнему юбилею вторая художественная школа, она, кстати, вошла в топ-50 лучших в стране, сделала подарок всем горожанам. В особняке Клотта открыта выставка работ художников второй школы. Лариса Шлафаст прониклась шедеврами будущих Пикассо и Дали. Яркие краски, улыбки на лицах, музыка и танцы. Так еще начинающий художник Ксения Ковалева изобразила масленицу. Признается над композицией, думала долго, но рисовать было легко. Эта работа создана в последний год обучения в школе. Потом Ксения с легкостью поступила в Пензенское художественное училище. Теперь она профессиональный художник. За это благодарна своим первым учителям. В школе была заложена основная база, которую я потом использовала. То есть, можно сказать, они вырастили из меня такого начинающего художника. На выставке представлены лучшие работы учеников за последние 20 лет. Живопись, рисунок, композиция, батика и керамика. Всего порядка 100 работ. В этом году вторая художественная школа Самары вошла в топ-50 лучших школ России. Ее выпускники обучаются в самых престижных художественных вузах страны. Залог успеха, говорят педагоги, в авторской методике преподавания. Лично я в жизни не работал ни по чьей программе. Так сложилось, что мы сразу работали в коллективе друзей. То есть, это была одна команда в 90-е. И как-то близкие по возрасту люди вместе учились. И, в общем, как-то так все повелось, что работаем не на страх, а на совесть. Все время разрабатываю новые и новые программы, методики. Посмотреть работы начинающих художников самарцы смогут до конца октября. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»